Голосами учителей Здравствуйте! В эфире экспресс-выпуск деталей дня в студии Мария Морозова. Школьные выборы. Накануне состоялся педагогический совет по назначению новой кандидатуры исполняющего обязанности директора школы номер 7. Напомним, прежнего руководителя образовательного учреждения Константина Шушаричева уволили в конце марта за самовольный отпуск. О причинах увольнения и связанных с ним последних событиях мы вам рассказывали на прошлой неделе. Сегодня главный вопрос, кто займет место руководителя школы до того момента, как будет определен постоянный директор. Именно с этой целью представители администрации встретились на совете с учителями школы. На должность исполняющего обязанности руководителя преподаватели выдвинули 4 кандидатуры, 2 из которых по разным причинам выбыли еще до начала голосования. В итоге участницами выборов стали Ольга Чубарева и Наталья Дубровская. Последние коллеги отдали 24 голоса из 30. Заручившись поддержкой педагогического совета и подписью главы администрации города, учитель музыки Наталья Ивановна с 5 мая приступила к обязанностям директора школы номер 7. Мы просто рассказали о работе, обговорили детали, доставили в трудовую договор, приняли заявление и также подписали в трудовую договор. Вот он подписан для Ивановна, может, следить. Так что, собственно говоря, с луками и решения педагогического совета со всеми рекомендациями. Что нам стоит двор построить? Конкурсный отбор в муниципальную программу «Тысяча дворов» завершен. 18 прилегающих к домам территорий уже в этом году будут благоустроены. Напомним, что программа «Тысяча дворов» действует по всей Свердловской области. На ее реализацию только в нашем городе из областного бюджета выделили 60 миллионов рублей. В начале апреля представители администрации провели ряд собраний с жителями города, выслушав все пожелания и требования. Но окончательное решение принимала конкурсная комиссия. И вот на днях по итогам работы комиссии стали известны дворы-победители программы. Их списки можно найти уже сегодня на страницах городских газет, а также на нашем сайте зар.тв.ру. Работа по благоустройству дворов начнется в начале лета и завершится в октябре. Отметим, что на данный момент объявлен конкурс среди подрядчиков. После того, как определиться, кто займется обустройством придомовых территорий, с жителями домов пройдут очередные собрания. Каждый дом должен выставить старшего, который будет курировать выполнение работ на их территории. Есть надежда. Александр Мишарин, который посетил наш город накануне утром, обеспокоен ходом капитального ремонта третьей школы. О необходимой скорейшей реконструкции здания губернатор рассказал глава городского округа. Есть вот одна проблема с капитальным ремонтом школы номер 3. Документация есть. Третий год мы заявляемся. То есть это вот ключевой момент, который город сам решить, скажем так, не может. Но город что-то может? Мы вкладываемся. Каждый год постепенно идем с заменой инженерных сетей. То есть самые острые предписания устраняем. На самом деле школе номер 3 требуется практически полная реконструкция здания, отмечают в администрации. За 35 лет ее существования практически все пришло в негодность. И крыши, и инженерные сети, и электрика. В течение последних трех лет городской казне удалось выделить небольшую часть средств на замену инженерных сетей в здании образовательного учреждения. Но для решения проблемы этого недостаточно. Всего на полную реконструкцию школы по подсчетам требуется 89 миллионов рублей. Муниципалитету такой суммы не найти, уверен глава округа. Губернатор Александр Мишарин к проблеме равнодушным не остался. В частности, предложил отремонтировать школу в два этапа. Давай разбей ее на два этапа. Первый этап, как вы это сделаете, напиши мне письмо. Хорошо, что там кровлю сделаете. НЛО над Уралом. Сегодня ночью жители Заречного наблюдали необычную картину. Примерно в полночь над городом появился неопознанный объект. Прочертивший яркий след на ночном небе. Эмоциям горожан, увидевших это, не было предела. Многие поторопились сделать выводы, что над Заречным пролетело НЛО. Однако, как оказалось, над Свердловской областью сегодня ночью пронеслась ракета-носитель «Союз-2», которая стартовала с космодрома Плесецк. Она вывела на орбиту аппарат «Меридиан», предназначенный для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки. Так что, увы, но НЛО оказалось вполне опознанным объектом. Правда, фото и видео очевидцев от этого не стали менее зрелищными. Накануне ребята из общественной организации «Кедр» при пятой школе посадили молодые ивы неподалеку от памятника героям Великой Отечественной войны. Оживить аллею атомщиков мальчики вызвались в честь наступающего дня победы. Ну, радует то, что ребята согласились поехать, радует то, что они эту работу выполнили, посадили. И думаю, что это им пойдет на пользу. Почему? Потому что, когда они это делают, я думаю, что происходит самый лучший процесс воспитания. Теперь аллею атомщиков, созданную в прошлом году в честь юбилея третьего энергоблока БС, украшают 20 молодых шаровидных ив. На их посадку у ребят ушло около часа. До того, как оказаться на улице 9 мая, саженцы специально выращивались в Гагарке на пришкольном участке. В прошлом году ученики пятой школы уже высаживали на аллее атомщиков более десятка ив. Однако долго они не прожили. Зимой неизвестные вандалы сломали абсолютно все деревья. Ребята верят, что в этот раз ивы никто не тронет. Мы надеемся, что в этот раз посаженные нами саженцы никто не будет ломать. Все их будут беречь. Танцуют все. Ежегодный концерт к Международному дню танцев состоялся во Дворце культуры «Ровесник». Весь вечер на сцене выступали «Радуга» и «Движение». Коллективы, которыми дворец гордится не первый десяток лет. Далее без наших комментариев. В данный момент идет концерт двух хореографических коллективов. Это ансамбль «Радуга» и ансамбль «Движение». Оба с большой историей, с большими заслугами. Например, ансамбль «Радуга» 40 лет коллективу. Огромные заслуги на российском, международном уровне. Это как вставочка. Эстрадная студия «Доми Дэнс» приглашена в участие в концерт для украшения, для разнообразия, для настроения. Я пою с двух лет. Мне нравится петь, потому что интересно. Мы везде ездим, выступаем в ДК много раз. И всякие интересные песни, танцы всякие. Наш коллектив образовался буквально в сентябре месяце, 10-го года. Из кого профессионалов? Нет, профессионалов нет никого. Это все люди с разных профессий, разной направленности. То есть много сотрудников БС, есть сотрудники ветеринарной станции, есть сотрудники ДК, например, как я. То есть разные. Несмотря на то, что половину танцев, наверное, больше половины танцев зрители уже видели, потому что у нас зритель все равно постоянный. Люди нас воспринимали так, как будто видят это впервые. С такой же радостью на глазах, с искоркой, с улыбками. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь, чему разу подростковой профессии. Центр развития Заречного, предвыборная программа или проект ученого-мечтателя. Зачем, иначе и деньги будет строиться Наукоград по-зареченски? Ответы на эти и другие вопросы смотрите сегодня в программе «Тема дня». Гость студии и руководитель Центра развития Заречного Олег Корчагин расскажет о своих политических амбициях и своем отношении к нынешнему развитию города, а также о том, почему не имеет смысла переезжать в Москву и какое будущее ждет маленькие города. Откровенные ответы на актуальные вопросы сегодня в нашем эфире сразу после программы «Признание». Если вы знаете что-то интересное или очень важное, и вам хочется об этом рассказать, звоните нам. Наш телефон 7 11 72. За самые интересные сообщения мы дарим подарки. На этом экспресс-выпуск программы «Детали дня» завершен. До встречи завтра. У нас будет, что вам рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин